Владимир Евгеньевич, первый комментарий по игре? Ну, комментарий какой? Сложно, конечно, тут комментировать. Обвинить своих ребят в том, что не желание бороться, не могу. Ну, черта новосемейность, поэтому так сложилось. Коллеги, вопрос. Владимир Евгеньевич, понимая Вашу расходство, тем не менее, хочется спросить, по тем матчам, когда Вы были в файке, пока Вы еще не можем какой-то вывод сделать о Вашем трейском кредите. Например, были и провалы, были у них хорошие матчи, и сегодня 0-4. Прежде всего, Вы настроены на так, на оборону. Сегодня тоже не окончательно. Нет, настроены были на оборону, конечно. Прежде всего, мы сходим с того, чтобы поменьше пропустить. И сегодня у нас просто это не получилось. Ну, скажем, в первых два гола, если брать чисто тактические перестроения, то, в принципе, мы успевали. Но невнимательно сыграл на угловом. Один футболист, не буду его называть, упустил своего игрока. А второй гол, ну, не знаю, как сказать. Индивидальное мастерство игрока Чертанова. Или, скажем так, не очень внимательная игра в вороне нас. Потому что мы перестроили, все, он обыграл двоих и забил гол. Требует, конечно, своих ребят, то, что надо уметь отбирать мячи, не только перестраиваться. Ну, и пытаться себя не давать обыгрывать, но сегодня так не получилось. Еще вопрос, коллег. Ну, если брать из того, что у нас есть, по большому счету, не хватает, скажем, еще двух, которые лечатся. А так, ну, опять же, учитывать те микротравмы, с которыми футболисты выходят. Ну, они молодцы, они выходят, потому что прекрасно понимают ситуацию. И понимают, что они нужны на поле. Наверное, они не могут себя реализовать полным на 100%. Но на данный момент они даже своими микротравмами сильнее тех, кто есть.